Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич, ребятки, и мы продолжаем с вами играть на провинции демо, сервер номер 6, где я постоянно играю и приглашаю вас играть вместе со мной. Что ж, друзья, для того, чтобы начать играть, нужно перейти в описание под данный ролик и по ссылочке клацать, чтобы зайти на страницу загрузки, оттуда скачать лаунчер, ну и установить игру без каких-либо проблем. Потому что многие из вас пишут мне в личку ВКонтакте, типа, мол, как установить провинцию, поэтому я каждый раз в начале ролика это и повторяю. Итак, ребята, сегодня у нас будет довольно-таки интересная серия, потому что я решил не делать ничего специфического. Мы сегодня займемся обзором Гелика. Покатаемся, поставим номера, затюнем машину, ну и я хочу посмотреть на просторы провинции, зимние заснеженные ухабы, леса, озера, которых, в принципе, довольно-таки много и которых просто так не доберешься. Потому что, блин, ну, во-первых, нужна машина, нужен мне дорожник, чтобы кататься по бездорожью, ну и, во-вторых, не каждый имеет вообще ту самую машину, поэтому сегодня давайте посмотрим на просторы, немножко с вами поболтаем. Ну и вообще, посмотрим на тачку, потому что многие писали, что Гелендос им не нравится. На самом деле, мне очень сильно нравится Гелик, поэтому я себе его купил, вы сами прекрасно знаете историю, то, что на GTA V у меня есть читерский именной Гелик. Ну и на всех проектах, где он встречается, я стараюсь его покупать. Я очень сильно жду большое крупное обновление на провинции, когда будет нам доступен тюнинг и, надеюсь, что добавят для Гелика камуфляж. То есть, я сразу, не думая, пойду, конечно же, и повешу на Гелендос камуфляжик. К сожалению, данный Гелик G65 AMG уже давно не тот, потому что раньше мне сторожило говорили, что у него была скорость чуть ли не 300 км в час, машина была пушка, машина прям офигенски разгонялась, но потом ее немножко пофиксили. На самом деле, с чем это связано, я не знаю, но обидненько на самом деле. Если бы у Гелика была скорость еще в 300 км в час, ему бы цены не было. Сейчас у него скорость вроде 230, что ли, осталась как-то так. Итак, ребята, первым делом, конечно же, я приехал в полицейский участок. Здесь мы, собственно, повешаем номера. Надеюсь, что им интересненько упадет. Кстати, я так подумывал, может быть, задонатить и сделать себе хорошие номера, но, блин, пока, если честно, не знаю, стоит ли оно вообще того. Итак, покупаем номер, нам дали номер E-655RM. Ну, такой себе обычный номер, на самом деле, ничем не выделяется. Но главное, что мы поставили тачку на учет, и теперь без каких-либо проблем, если что, можно будет перевесить номер, кстати, с того моего второго Мерса, который у меня есть. Я думаю, что вы его помните, вы его знаете. Но, наверное, не буду этого делать, пускай там остается, потому что Мерсик мне тоже очень сильно понравился, E-63ЕС, я его продавать тоже не буду. Короче, дружище, если ты играешь на провинцию, давай, делись со мной своими впечатлениями от зимней провинции. Как тебе вообще снег? Что из машин предпочитаешь? Чем занимаешься? Где работаешь? В общем-то, мне интересно услышать тебя, что ты мне расскажешь. Потому что я в последнее время, в принципе, захожу довольно-таки редко, но, тем не менее, слежу за новостями, то есть от разработчиков. И вижу, что, допустим, если ты не знал, у провинции шестого сервера есть... Это просто жестко, что это было, он куда поехал, я не знаю. У провинции шестого сервера есть своя группа ВКонтакте, где чуть ли не каждый второй или третий день выходят посты о мероприятиях. Кстати, ничего, я не поехал на желтый, проеду успею вроде. Типа я начал движение на желтый, ничего страшного в этом нет. Копы катаются, кружат, кстати. И я в последнее время заметил, что их довольно-таки много стало на дорогах. И всех, кто гоняет по трассе, либо нарушает, они, короче, ловят. И если у тебя есть штраф, они даже забирают права. Поэтому, ребятушки, будьте аккуратнее и смотрите в оба. Потому что, как говорится, блюстители закона бдят. И они всегда где-то рядом, всегда хотят забрать твою денежку из кармана. Ничего личного, ничего обидного, но на самом деле так это и есть. Я смотрю, что данная группировка ГИБДД довольно-таки хорошо развита на провинции. Ну и ребята там отжигают как могут. Ну, хотят, что всё по РБ, всё в пределах нормы, так скажем. Ничего там сверхъестественного нет. Мне уже кто-то звонит, видимо, из подписчиков. Я бы ответил, но, наверное, не буду этого делать. Потому что, ну, это не для записи. Так, не надо, наверное, денежку снять, я думаю. Давайте мы сейчас снимем деньги, затюнем герик. Ну и посмотрим, что из этого всего получится. Так, на самом деле мне, наверное, хватит сколько? Тысяч двести. Снимать можно всего лишь по пятьдесят. Так. Окей. Ещё. Кстати, денег у меня осталось прям вообще понты. Вы видите, что я из-за того, что купил герик, прям очень сильно просил по деньгам. Но думаю, что это дело наживное. Где-нибудь ещё заработаем. Блин, а может хотя бы задонать придётся. Не знаю, не знаю, посмотрим. Ладно. В любом случае, мне, кстати, ребята, даже среди вас писали в комментариях, типа, давай я тебе сделаю подарок, скину денежек. В любом случае, большое спасибо всем, кто откликается, кто предлагает, потому что мне реально приятно. Итак, ребята, гелик и прокачка. Первый цвет. На самом деле, я не знаю, а что сделать с цветом? Белый либо чёрный гелик. Кстати, я думал его белым сделать. Мне белый больше нравится, на самом деле. Пишите в комментариях, что думаете. Может быть, реально сделать белый вместо чёрного? Я, наверное, сегодня перекрашу, а вы в комментариях напишите. А какой гелик вам больше всего нравится? Чёрный или белый? Мне кажется, что белый он бодреть. Просто его зимой видно плохо. Но, тем не менее, машина-то хорошая. Так, второй цвет. Второй цвет – это сидушки у нас. Сидушки, наверное, пускай будут как раз чёрные. То есть, чёрный вот так салон. Мне кажется, это практически то, что нужно. Ох ты, ё-май. Можно, короче, вот так покрасить. Давай сделаем-то чёрные диски. Ну, блин, я не знаю. На самом деле, чёрные диски на гелике смотрятся неплохо. Пишите в комментариях тоже, что думаете. Довольно-таки интересно услышать ваше мнение. Итак, по неончикам. Я думаю, что что-нибудь новенькое надо попробовать поставить. Лампы накаливания – это тёплый цвет. Он мне не нравится. Я почти всегда ставлю ини. Я не знаю, он самый хороший. Так, так. Зелёный. Ну, давайте я ини поставлю. Господи, пускай будет так. Потому что, ну, реально, самый такой оптимал. Так, тонировку можно вообще в ноль поставить. Вот такой будет бело-чёрный гелиндос. Никогда не ставил в ноль тонировку. Потому что я считаю, что это полный зашквар. Но, тем не менее, что-то захотел новенького попробовать. И, кстати, посмотрите. Оттеньки. Вообще, кто-нибудь другие оттеньки ставит или нет? Кстати, снежный. Снежная тонировка на снежном белом гелике. Ну, 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 ну. Ну, на самом деле, мне кажется, глупо, да? Да, глупо. Я, наверное, чёрный оставлю. Пускай лучше будет так. Так. Тонировку снимать мы не будем, конечно же. Тип краски, кстати, может, покрасить-то и можно. У меня вот хватает на матовый. Там, наверное, больше денег не хватит. Два цвета из гелика тоже, в принципе, можно сделать. Кэнди беспонтовый цвет. Мне не нравится хамелеон. Но это тоже, это просто, не знаю, на реке, на гелике. Катаются где-то, да? Просто посмотрите, какая это просто выходали. Так. Ну, на самом деле, матовый. Я бы, может быть, и сделал матовый. Так, сток. Ну, блин. Не знаю. Наверное, не буду трогать тоже. Пускай останется как есть. Итак, ребята. Небольшой тюнинг гелика. То, что пока доступно, мы сделали. Перекрасил цвет. Мне кажется, всё-таки белый цвет больше гелику подходит. Но всё, как говорится, на вкус и цвет. Ты, братан, приез вещи, да? Я так понимаю, сюда довольно-таки жёстко он заехал. Кстати, напиши мне в комментариях, видел ли ты то, что после последнего обновления зимой добавлены новые инфраструктуры. То есть, довольно-таки много домов, которые, я думаю, в будущем потом всё-таки как-то зафункционируют. Довольно-таки интересно услышать твоё мнение, что ты об этом думаешь. Потому что, мне кажется, всё-таки провинция-то не стоит на месте. Если что-нибудь вкусненькое, нам завезут скоро, ребята. Также я, кстати, не знаю, до какого числа будет зима. То есть, никакой информации не видел. К сожалению, в том году зимой я не играл. Я начал играть где-то с августа только на провинции. Поэтому, ну, просто не знаю такой инфы. Тоже можете поделиться, если вы один из старожилов. Так, и тут кто-то есть. Это что такое на карте? Там чувак какой-то? Ага. Ну, мне кажется, я ему ничем не помогу. Так. Так-так-так, стопэ. А это что-то интересное уже, ребят. Какой-то остров с деревцем и дровишки. А что за дровишки? Что за дровишки реально? Что-то интересное я ни разу не видел здесь. Типа, может, пасхалка какая-нибудь или намек на пасхалку? Я на самом деле не знаю. Если бы здесь была пасхалочка, было бы интересно. Вот такой вот просто небольшой островок. Кстати, вон там вот, на следующем заводе, если кто-то не знал, можно найти бронежилет. И можно найти сердечко, если вдруг у вас проблемы со здоровьем. У меня как раз проблемы со здоровьем. И, наверное, я туда сгоняю сейчас. Потому что, почему бы и нет. Халявная медицина, это всегда хорошо. Так, давайте сразу проверим гелик по берегу, по ухабам. Главное, не улететь на большой скорости влево. Будет довольно-таки обидно. Так, ну, Гелендос на самом деле довольно-таки неплохо с недорожьем справляется. Я не знаю, почему его так, ребята, прям яростно хейтили. Мне кажется, что машина очень хорошая. Прям, ну, по всем своим характеристикам. Потому что ездовые качества, в принципе, довольно-таки неплохие. Единственный минус, машина высокая. И машина, короче, иногда переворачивается. Это не совсем хорошо. Так, все. Я почапал за сердечком. Сердечко это очень важно. Сердечко это очень хорошо. Я вижу, там кто-то куда-то завернул, что ли. По сонару улетел. В любом случае, как-то вот так. И главное здесь самое главное не утонуть. Потому что всегда есть индикатор сверху кислорода. И его можно проворонить. То есть, я когда данные пасхалки показывал ребятам. То есть, там Донни, Димке еще в свое время. То у меня тут парочка жмуриков оказалось в этой трубе. Поэтому следите внимательно, когда ныряете. Так, ну и, собственно, вот здесь в первой трубе находится эта нычка. Ну, чисто такая маленькая пасхалочка. Если вы, кстати, не видели, то посмотрите ролик отдельный. Там довольно-таки много всего полезного. Так, а как нырять, вы еще вспомните. Control. Так, окей. И наверх. Хорошо. И еще разок. Оп. Так, тихо. Тихо. Надо поймать броник. На самом деле, что-то немножко тупое управление. Я довольно-таки давно не плавал, так скажем. Так просто, как пробка из-под воды я выныриваю. И, ребята, в одном месте сразу находится бронежилет и сердечко. Что, в принципе, может вам помочь. Допустим, если вы там идете куда-нибудь на дело. Можете здесь вот взять себе броник. Кстати, респаун вроде довольно-таки быстрый. Минуты 3 или 5. Поэтому без каких-либо проблем можно надеть целую банду. В общем-то, ребят, что я хочу сказать. Зима на провинции будет еще, думаю. Ну, может быть, полмесяца. Может быть, месяц. Напишите в комментариях, кстати, если знаете. Мне будет довольно-таки интересно узнать. Также отвечайте на вопросы, которые я вам задавал. Что думаете вообще по поводу того, чем заниматься на провинции. Вот чем вы именно занимаетесь. Я знаю, что многие, конечно же, ходят на рыбалку. Зарабатывают бабки. В основном, конечно, зарабатывают бабки, чтобы купить себе хорошую тачку. Там дом и так далее, и так далее. Но есть такие, кто уже, типа, собрал себе банду. И они чилят. То есть, я видел несколько ютуберов, которые на провинции уже давно прям старожил. Они прям, ну, устраивают там уфроды. Также довольно-таки часто активно приходят на всякие мероприятия. У меня, к сожалению, пока возможности нет. Еще что-то новенькое сделать для вас. Но, тем не менее, если появится такая возможность, то обязательно я чем-нибудь с вами поделюсь. И, кстати, посмотрите, на какую гору поднялся гелик. Это довольно-таки мощно. О-о-о-о, ребят, смотрите, я нашел какой-то баг. Посмотрите. Просто какие бешеные сугробы. Тут можно просто машину похоронить. На самом деле, довольно-таки страшно кататься в таких лесах. Потому что, блин, на самом деле, вдруг какой-то баг в текстурке, и все. И Габелл, и приехал, и забудь про гелик. На самом деле, как-то вот так. Следующая серия, возможно, будет с Иваном. Посмотрим, что мы там сможем для вас снять и интересного придумать. Ну, и вы, кстати, можете в комментариях написать идею. Потому что снимать мы будем уже через несколько дней. Ну, и там уже, может быть, ваши идеи релизы. Что ж, друзья, с вами был Юрич. И такая серия поболтал с вами немножко. Сделал прокачку гелик. Кстати, давайте посмотрим, покоцал я его или нет. На 1200 рублей, на самом деле. Мы подвесочку покоцали. Ну, такое себе дело. Я думаю, что он переживет, как минимум, такие ухабы. Ладно, ребята. С вами был Юрич. Как всегда, играйте со мной в провинцию. Ссылочка в описании. Всем спасибо. Также не забывайте вводить провокодик, чтобы получать бонусы. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok